Евангелие от Марка, глава 3. Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с Эрдиадами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали «Ты сын Божий». Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. «Поставил Симона, нарекший ему имя Петр. Иакова Завидеева и Иоанна, брат Иакова, нарекший им имена Ванергес, то есть сына Игромова. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вильзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но подлежит он вечному осуждению. Сио сказал он потому, что говорили в нем нечистый дух. И пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоей, братья, твои сестры, твои вне дома, спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, и сестра, и матерь. Первое послание Коринфянам, глава седьмая. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене, должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачная. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным. По настоящей нужде, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицу. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу, без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Книга Бытие, глава 31 И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, «Возврати землю отцов твоих, и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего. И сказала, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. А отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою». Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал Он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил скрапины. А когда Он сказал, пестры будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скоту отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестры с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, «Иаков, я сказал, вот я». Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри. Все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестры с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди с земли сей и возврати с землю Родины твоей. И я буду с тобою». Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой, и все богатство свое, которое приобрел, скот, собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана рамьянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаат. На третий день сказали Лавану рамьянину, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой сынов и родственников своих и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаат. И пришел Бог к Лавану, а рамьянину ночью во сне и сказал ему, «Берегись! Не говори Иакову ни доброго, ни худого!» И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаат. И сказал Лаван Иакову, «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих? Безрассудно ты сделал! Есть в руке мои сила сделать вам зло! Но бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись! Не говори Иакову ни хорошего, ни худого! Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего! Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего!» И сказал Иаков, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив! При родственников наших узнавай, что есть твоего у меня и возьми себе!» Но он ничего у него не узнал. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова и в шатер Лии и в шатер двух рабынь и обыскивал, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахиль. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобой, ибо у меня обыкновенная женская». И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя! Какой грех мой, что ты преследуешь меня! Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем! Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь, перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими!» «Вот двадцать лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овны в стадо твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. «Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери мои, дочери, дети мои, дети, скот мой, скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». Присем Иаков сказал ему, «Вот с нами нет никого. Смотри, Бог свидетель между мной и тобой». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван, «Холм сей, свидетель сегодня между мной и тобой». И назвал его Лаван «Игар Сагадуфа». А Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван Иакову, «Сегодня этот холм и памятник, который я поставил, между мной и тобой свидетель, посему и наречено ему имя Галаад». Также Митспа. От того, что Лаван сказал, «Да надзирает Господь надо мной и над тобой, когда мы скроемся друг от друга». Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову, «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мной и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог Отца их, и Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб, и пили, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, дочерей своих, и благословил их. И пошел, и возвратился Лаван в свое место. Псалом 31 Псалом Давида Учение Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные. Торжествуйте все правое сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok